солнечная панель в путешествие это прям реально полезная штука вот сейчас пока я тут стоплю на пустой дороге при дневном солнце вот такая панель заряжает как розетки то есть за два часа телефон заряжается полностью очень удобно и весит такая батарея в принципе немного где-то грамм 400 сегодня я поставил рекорд ожидания машины в исландии стоял 4 часа один главное сначала там был один автостопчик стоял примерно минут 20 уехал потом второй был тоже минут 20 стоял потом стопил саня ну где-то тоже около 20 минут постоял потом остался я один я просто 4 часа не знаю вообще что такое исландец который меня подвозил спросил такой долго стоял игры ну четыре часа он что четыре часа этот исландец охренел от этого наверно больше чем я говорит обычно принципе подбирает но он точно всегда подбирает всех да и так типа но обычно так долго никто не стоит так что четыре часа хороший результат надеюсь будет это последний рекорд в исландии чего-то не хочется больше здесь не та погода чтобы стоять здесь часами это не испания я доехал до озера миватон здесь вокруг до хера всяких крутых мест сани где-то там катается с водителем по окрестностям он так не доехал хотя выехал на четыре часа раньше до сих пор еще не доехал так посещает нам водопады всякие в районе озера миватон есть территория которая выглядит как какая-то луна а здесь камни дымятся прям горячие камни и откуда из земли идет пар а я сечу секретное место в котором вообще мало кто знает где-то в расщелине должен быть горячий источник там позади меня есть пещера но она довольно популярная хотя в принципе там никто не купается по этому месту где я сейчас иду проходит между европейской тектонической плитой и североамериканской даже вот на этом вот в вулканическом поле натянули забор под электричеством где только что успешно подзарядился поставили мы значит палатки и пол третьего ночи стук по палаткам крик какой-то дед пришел говорит это моя земля вы не можете здесь ставить палатки может ставить только в кемпинге давайте уходить я не знаю что он здесь вообще забыл пол третьего ночи что ему так понадобилась его земля что мы здесь могли сделать я вообще не понимаю тут одни ловцы пасутся на земле тут вообще ничего нету так как он нас вынудил уйти из места мы зашли в какую-то рощу с маленькими деревьями вся в кочках но мы наши местечки погода в принципе хорошая да и вот мы так спим так так от нас не найдет какие-то шизанутые люди отдали всю землю овцам а людей загоняют кили кемпинги здесь даже мягче да здесь кстати лучше даже неплохое место так что теперь мы изучаем тактику скрытого кемпинга это не норвегия и не швеция не финляндия это какая-то странная страна где нельзя ставить палатки на природе поэтому мы на кольках досыпаем еще часов шесть сейчас три часа солнце вон там уже светит мы нашли горячий источник между двумя тектоническими клипами где-то там на глубине метр на 4 вниз 5 даже спуститься и там вода сейчас туда полезет вон там мостик даже есть прикинь придавить такой плитой как в фильме 127 часов не для пилострахудиков да опаньки да тут вот отсюда можно нырять горячая давай заходи ну да горячее чем в ванной наверно градусов 40 45 может а а Охеренное место. Вода горячая, но плавать не спокойно может. Максимум, наверное, градусов 45. Вода здесь прозрачная, видно дно. Здесь глубина в некоторых местах, наверное, метров 5. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok